Так, пора вставать. Сегодня так много дел, столько всего нужно рисовать. Я полносил и энергии. Ну и халатрига на улице. Что ж, тогда план Б. Надо бы еженевки выполнить. Это и есть твой план Б, а работать кто будет? Хе-хе-хе, ну точно не я. Ошибка, произошел технический сбой в программе. Вы будете переведены на режим телепортации из реальной жизни. Что? Куда переведены? Ну вот, у тебя уже даже телефон сломался из-за того, что ты так много играешь. Что? Где это я? Какая красивая комната. О, и вкусняшки есть на столе. Наверняка они очень вкусные. Хочется попробовать. О-ка, ничего себе! На тебе что, одежда Камина? Я получила этого персонажа совсем недавно. В обновлении Геншин 4.4. А кто ты? Я? Ну... Эээ... Я МС Лао. Я рисую прикольные анимации на Ютубе. А ты кто? А меня зовут Тедди. Я тоже рисую анимации и люблю играть в Геншин Импакт. Круто! А ты, кстати, похожа на Ки Цин. Ху Тао? О, а меня зовут Маникот. Я также люблю играть в Геншин Пак. А теперь я Ху Тао. Вау! Сяо? Вау! А почему я в костюме Сяо? Я Настик вообще-то. Кстати, где мы сейчас находимся? Хм, дайте-ка подумать. Ки Цин, Камин, Ху Тао и Сяо. И мы находимся в комнате в китайском стиле. Может быть это... Это что, ресторан? Мы в комнате в китайском стиле. Если присмотреться, то это место кажется очень знакомым. Судя по стилю, мы сейчас находимся в Льюэ. А мы превратились в персонажа Льюэ или может это косплей? А, точно! Да, определенно. Все ясно. Значит мы в Геншин Импакт. Я играю в эту игру уже очень давно. Я не могу представить, что сейчас я нахожусь в мире Геншин Импакт. А ты давно играешь в эту игру? Эх, вообще я все еще новичок. Мне пришлось очень попотеть, чтобы достичь 28 уровня как можно скорее. Чтобы попасть на события Праздник Морских Фонарей в 24 году. А я рада, что ты теперь тоже играешь в Геншин Импакт. Теперь мы можем заходить к тебе в мир и помогать с боссами. Я вот уже давно начала играть. И у меня 56 ранг приключений. Когда-то мы начали играть вместе с Маникотом. За все 3 года игры, что я играла в Геншин, произошло так много интересных моментов. Я играла каждый день, без пропусков. Выполняла ежедневки, тратила смолу на боссов. Мой любимый босс вскоре стал Крио Папоротник. Потому что пироперсонажи у меня были хорошо прокачены, и я легко справлялась с ним. Хая. Всех своих персонажей нужно было прокачивать. А некоторым для прокачки нужны цветочки, которые находятся в горах. Пришлось знатно попадать, чтобы достать их. Цветочек. А также камни, которые тоже находятся в горах. Держи. Маловато. А также было очень много забавных моментов и ивентов. Например, самая моя любимая часть в игре, это когда был праздник Иродори. Где собралось множество персонажей в Инадзуме. Даже сам аниме Архонт Винти присутствовал. Правда, он совершенно случайно попал на корабль, напившись вина. А еще в игру постоянно добавляют красочные и красивые регионы и локации. Вот мой самый любимый регион, это Инадзума. Добраться до нее в самом начале игры возможно только на корабле. Но как только вы ступите на ее земли, вас сразу же встретит невероятно красивая архитектура Японии. Большие храмы, сакура, различные статуи в виде лиски, цуне и других божеств. Здесь невероятно красивые локации. Особенно мне очень нравится место, где находится великий храм на руками со священной сакурой. Но самое главное, почему мне нравится Инадзума, это потому что... Там есть остров котиков! И черная кошка по имени Неко, которая встречает тебя сразу у храма. С ней можно даже поговорить, ведь она не простая кошечка. Также в Инадзуме есть большая история с электроглазом бога, который запрещен здесь для простых жителей. А почему это так, узнаете только в сюжетной линии. В сопровождении красивых персонажей. Кстати, есть ли у вас любимый регион в Геншин Импакт? Конечно! А у тебя какой любимый регион? Я вот не могу определиться с любимым регионом. Монштадт такой родной, как будто это мой дом. А мне больше всего нравится Ли Юэ. Этот регион с очень красивым ландшафтом. А еще, именно в Ли Юэ каждый год устраивает мой любимый праздник морских фонарей, который очень стильно смотрится в этом регионе. Ой, я помню самый первый праздник морских фонарей в Геншин Импакт. Это было в 2021 году. В этом году в Ли Юэ снова проходит фестиваль. Я его посетил и уже собрал все щедрые награды. Давай я расскажу тебе про свой любимый праздник морских фонарей 2022 года. А здесь красиво, не правда ли? Угу. А ты знаешь, что каждый год здесь в игре проводится праздник морских фонарей? А что значит праздник морских фонарей? Каждый год в день первого полнолуния в Ли Юэ отмечают праздник морских фонарей. Ночью жители города запускают в небо множество небесных фонарей и один большой лунный фонарь. Внутри каждого фонаря находятся самые сокровенные желания, написанные на специальных палочках. Праздник морских фонарей означает отпустить плохое прошлое и начать хорошее будущее. В этот праздник улицы Ли Юэ были окутаны красивыми украшениями и фонариками. Лунные фонарики всегда были важнейшей частью праздника морских фонарей. И в этом году мы хотим устроить особый праздник, запустив множество фейерверков в небо, которые смогут согреть сердца жителей города. В фейерверках есть что-то особенное? Да, ведь фейерверки были придуманы здесь, в Ли Юэ. Раньше их называли хлопушками. Их яркие вспышки и громкие звуки часто использовались для отпугивания зверей или в качестве предупреждающих сигналов другим людям. Жители города радовались и были воодушевлены преддверием праздника. На улице можно было попробовать различные вкусные блюда, поиграть в фонарь теней и множество других развлечений. И пока все жители наслаждались атмосферой праздника, мне было поручено самое важное. Полная ответственность за организацию шоу фейерверков в этот праздник. Я хочу установить фейерверки в еще нескольких местах. Шоу должно быть видно по всему Ли Юэ, а не только в городе. В деревне Цинце тоже ведь отмечают праздник морских фонарей. Но для начала я хочу подарить подарки. А? Ты слишком много работаешь в посреднее время. Думаю, перерыв бы тебе не помешал. Оставь эту задачу своим подчиненным. Все в порядке, я справлюсь. Я хочу познакомиться с адептами и подарить им подарки тоже. Для начала навещу мадам Пин. Стой! Она всегда так много работает. Здравствуйте! Вот, держите! О, душечка, спасибо тебе! Уже убежала. Так, теперь у нас хранитель облаков точно! Ловите! О, спасибо! Так, дальше... Сяо! Точно! Его нету на месте? Где же он? Чего тебе? А, в общем, вот тебе подарок держи и обязательно приходи на праздник морских фонарей! А? Я не люблю праздники. Ты должен прийти. Ладно. Постойте, постойте! А? Чего, давай скорее! У меня очень много дел. В общем, дело в том, у нас появилась огромная проблема. А? Какая? Все фейерверки в деревне Цинце? А? Были украдены. Ну что ж, теперь мне предстоит начать расследование о пропаже фейерверков. Но я решила не сдаваться. Я быстренько выследила воришек, отобрала украденные фейерверки и вернулась к празднику. Правда, очень уставшая. Но друзья позвали меня посмотреть вместе с ними фейерверк, и я согласилась. И вот все вместе мы смотрели на красивые фейерверки, на то, как зажигают лунные фонарики. Было очень красиво. И я уснула. Ага. Нет, фейерверки. А? Она так устала? Чем же она занималась все это время? Хм? Хм. Небось, снова играла в Геншин. Я была на празднике морских фонарей 2022 года. Там было так красиво. Что ж, я думаю, и в этом году праздник морских фонарей будет очень красочным. Желаю и вам окунуться в этот праздник. Скачивайте игру по ссылке в описании и наслаждайтесь атмосферой праздника. Пока. Субтитры подогнали Симон.